Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я продолжаю зачитывать книгу «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Сегодня продолжим главу 22, которая называется «Тестирование, выполняемое разработчиками». У кого нет книги, советую приобрести. Ну и сегодня продолжим эту главу и начнем с подглавы такой «Доля ошибок, обусловленных неграмотным конструированием». Ну а для начала конечную же загрузимся. Я тут на фоне пару квестов сделал. Так как я уже говорил, сейчас те квесты, которые сложновато и читать их, и читать книгу. То есть поэтому я на фоне тут некоторые квесты делаю, а потом, а потом, а потом, когда я их поделаю, тут еще хватит работы. Нужно пройти и убить всех обитателей пустоши. Интересно, получится или нет. Думаю, получится. Главное, чтобы патрона ухватило. Так, как мы видим, карма 2053. Ну, после этого, я думаю, карма очень сильно упадет и будет в каком-то большом минусе. Ну, попробуем. Ну. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Так, какие у меня квесты? Хотя бы какая разница, какие квесты? Так, тут мне надо, я прочитал, надо одного штриха найти. А где он? Наверное, и, наверное, а, наверное, тут где-то. Я там открыл, открыл, открыл. Короче, рубку, она была закрыта, надо было ключ найти. Этот ключ я нашел. Пришлось на базу Анклава сходить. Или на Вара, или это не база, а Анклава. Короче, пришлось туда сходить, поубивать там кучу народу и забрать этот ключ. Так. Так, так, так. Ну, так он же вроде должен был сказать, что... Так, дальше все, если и поплывет. Наша корыта прямо к нефтяной вышке. Ключ танкера. Работающий компьютер и топливо. Но ключ у меня есть. Отрубки, работающий компьютер нет. Топливо тоже есть. Так, чтобы их открыть, нужен ключ. Я понял. Надо, наверное, ключ мне в инвентарь положить. И... И попробовать еще раз. Че-то... Че-то, блин... Спасибо, пока. Так, сейчас, погодьте, я сейчас гляну. Так, Сан-Франциско. А навигационному компьютеру необходима специальная часть для работы. Селезенку чипа обезвредить субмарину Ши. Ну ладно, короче, это опять трата времени. Итак, продолжим. Доля ошибок, обусловленных неграмотным конструированием. Как и классификация ошибок, данные, соотносящие ошибки с разными этапами разработки, не окончательные. Но, то, что с конструированием всегда связано большое число ошибок, сомнений не вызывает. Иногда программисты утверждают, что ошибки конструирования дешевле исправлять, чем ошибки, допущенные при выработке требований или проектировании. Возможно, исправить отдельную ошибку конструирования и дешевле. Но, при учете всех ошибок, ситуация меняется. И дальше приведены некоторые выводы Стива Маконова. В небольших проектах дефекты конструирования составляют большинство всех ошибок. В одном исследовании ошибок кодирования, допущенных в небольшом проекте, 1000 строчек кода, это небольшой такой проект, было обнаружено, что 75% дефектов пришлось на этап кодирования, тогда как на этап выработки требований 10%, а на этап проектирования 15%. По-видимому, такое распределение ошибок характерно для многих небольших проектов. Следующий вывод. Дефекты конструирования составляют минимум 35% всех дефектов, независимо от размера проекта. В крупных проектах доля дефектов конструирования не так велика, как в небольших, но и тогда она равна минимум 35%. Некоторые ученые сообщают, что даже в очень крупных проектах дефектами конструирования являются около 75% всех ошибок. Обычно, чем лучше разработчики знают прикладную область, тем лучше они проектируют общую архитектуру в системе. В остальном случае на детальное проектирование и кодирование приходится еще больший процент ошибок. Хотя ошибки конструирования и дешевле исправлять, чем ошибки выработки требований... Хотя ошибки конструирования и дешевле исправлять, чем ошибки выработки требований и проектирования... Но это все равно дорого. Исследование двух очень крупных проектов, проведенных в Hewlett Packet, показало, что стоимость исправления среднего дефекта конструирования составляла 25-50% от стоимости... Исправление средней ошибки проектирования. При учете большего числа дефектов конструирования, общая стоимость их исправления могла вдвое превышать стоимость исправления дефектов проектирования. По мере увеличения объема проекта, доля ошибок, допускаемых во время конструирования, снижается. Тем не менее, ошибки конструирования составляют 45-75% всех ошибок, даже в самых крупных проектах. Сколько ошибок можно ожидать? Ожидаемое число ошибок зависит от качества вашего процесса разработки. И вот некоторые соображения по этому поводу. Средний для отрасли показатель таков. Примерно 1-25 ошибок на 1000 строк кода в готовом ПО, разрабатывавших гостя с использованием разных методик. Проекты, в которых обнаруживается 0,1 от указанного числа ошибок, редки. В случаях, когда ошибок в 10 раз больше, предпочитают не сообщать. То есть, средний показатель у нас получается 1-25 ошибок на 1000 строчек кода. Отделение прикладного программного обеспечения компании Microsoft сообщает о таких показателях, как 10-20% дефектов на 1000 строк кода в готовой продукции. Для достижения этого уровня применяется комбинация методик чтения кода. Так, следующее, ну так, соображение. Харлан Миллс придумал разработку методом чистой комнаты. Это методику, позволяющую достигнуть всего лишь 3 дефектов на 1000 строк кода во время внутреннего тестирования и 0,1 дефекта на 1000 строк кода в готовой системе. В нескольких проектах, например, в проекте разработки программного обеспечения для космических кораблей, благодаря сочетанию методик формальной разработки, обзоров кода коллегами и статического тестирования, был достигнут такой уровень, как 0 дефектов на 500 тысяч строк кода. Так, засекречены. Уотс Хамфи сообщает, что группы, применяющие методику TeamSoftwareProcess, достигают уровня 0,06 дефекта на 1000 строк кода. Главный аспект этой методики – это обучение разработчиков изначальному предотвращению дефектов. Результаты проектов TeamSoftwareProcess и проектов чистой комнаты подтверждают другую версию главного закона контроля качества программного обеспечения. Дешевле сразу создать высококачественную программу, чем создать низкокачественную программу и исправлять ее. Производительность труда в случае одного полностью проверенного проекта из 80 тысяч строк, разработанного методом чистой комнаты, оказалась равной 740 строкам кода на человека в месяц. В то же время, средняя для отрасли скорость разработки полностью проверенного кода, учитывающая все затраты, не связанные с кодированием, близка к 250-300 строкам кода на человека в месяц. Экономия затрат и повышение производительности труда при использовании методик TeamSoftwareProcess или чистой комнаты объясняется тем, что эти методики почти исключают затраты времени на отладку. Что? Тут такой знак вопроса. Исключают затраты времени на отладку? Да, это действительно стоящая цель. Ну да, конечно же, это круто. Интеллекта 10, ого. Так, а что? Этот вроде должен был какой-то квест дать. Или вот этот. Или, или, или еще кто-то. Надо сейчас со всеми этими поговорить. В один прекрасный день, да. Так, следующая такая подглава называется «Ошибки самого тестирования». Вероятно, вам знакома следующая ситуация. В программе имеется ошибка. У вас сразу же возникает некоторое предположение о ее причинах. Но весь код кажется правильным. Пытаясь изолировать ошибку, вы выполняете еще несколько тестов. Но все они дают правильные результаты. Вы проводите несколько часов за чтением кода. И пересчетом результата вручную. Но безрезультатно. Еще через несколько часов кто-то заставляет вас проверить тестовые данные. Эврика. Ошибка в тестовых данных. Как глупо тратить часы на поиск ошибки, если она кроется не в коде, а в тестовых данных. Это довольно распространенная ситуация. Зачастую сами тесты содержат не меньше, а то и больше ошибок, чем тестируемый код. Объяснить это легко, особенно если разработчики сами пишут тесты. Тесты обычно создают на ходу, не уделяя должного внимания проектированию и конструированию. Их часто считают одноразовыми и разрабатывают с соответствующей тщательностью. Ну и далее будут даны несколько советов по снижению числа ошибок в тестах. Так, а это кто? Химик какой-то. Не понял. Чем вы здесь занимаетесь? Я работаю. Топливо. Вас это... Часто теоретически. Вот мудила. Так, ладно, это кто? Эх, блин. Так. Вроде здесь больше никого нету. С кем можно было бы переговорить? Так, ладно, идем. Дальше. Советы по снижению числа ошибок в тестах. Проверяйте свою работу. Разрабатывайте тесты так же тщательно, как и код. И внимательно проверяйте их. Анализируйте код каждого теста строка за строкой при помощи отладчика. Как вы проверяли бы код готового приложения? Проводите анализ и инспекцию тестовых данных. Следующий совет. Планируйте тестирование программы так же, как и ее разработку. Планирование тестирования следует начинать на этапе выработки требований. Или сразу после получения задания. Это поможет избавиться от тестов, основанных на неверных предположениях. Следующий совет. Храните тесты. Посвятите немного времени проверке качества тестов. Сохраните их для регрессивного тестирования. И для работы над будущими версиями программы. Связанные с этим проблемы легко оправдать, если вы знаете, что собираетесь хранить тесты, а не выбросить. И следующий совет. Это встраивайте блочные тесты в среду тестирования. Пишите сначала код блочных тестов. Но затем интегрируйте их в системную среду тестирования. Использование интегрированной среды тестирования предотвращает не только что упомянутую тенденцию выбрасывать тесты. Ну да, вы написали уже тесты, тесты уже сохранились, они интегрированы и их просто так никуда не выкинешь. Блин, там был какой-то... Какой-то... Этот... Квест... Типа... Сейчас я перейду... Так, а, подождите, географическое... Крестьян из моих деревьев. Ладно, диагностика. О, может быть форматирование? Да... 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 Готово. А, ёлки-палки. Ну там был квест типа... Типа что-то, короче, повредить субмарину. Сейчас посмотрю я. Если у меня карма не упадет... То... То продолжим. А если упадет, то я загружусь. Вы теряете 10 единиц кармы. Не, нафиг. Нафиг, нафиг. Ну там квест такой был. Повредить... Где тут? Где тут статус? Сан-Франциско. Обезвредить. Блин, тут обезвредить. А не повредить. Нужно стереть жесткий диск. Это, наверное... Это, наверное... Ну, блин... Обезвредить. Ладно, короче. Никакой. До свидания. Ладно, ладно, ладно. Че тут? Че тут? Че тут? Тут ничего. Вроде бы не с кем уже больше и говорить. Так. Ну, а тем временем новая подглава. Называется инструменты тестирования. Инструменты тестирования. Создание лесов для тестирования отдельных классов. Термин леса. Пришел программирование и строительство. Строительные леса создаются для того, чтобы рабочие получили доступ к определенным частям здания. В программировании леса создаются исключительно для упрощения тестирования кода. Одним из типов лесов является объект, используемый другим тестируемым объектом. Такой тип называется поддельным объектом или объектом-заглушкой. С аналогичной целью можно создавать и низкоуровневые методы, называемые заглушками. Поддельные объекты или методы заглушки можно делать более или менее реалистичными в зависимости от требуемой степени достоверности. Такие леса могут Немедленно возвращать управление, не выполнив никаких действий. Тестировать полученные данные. Выводить диагностическое сообщение, например, значение входных параметров на экран или записывать в файл. Запрашивать возвращаемые значения у программиста. Возвращать стандартный ответ независимо от полученных данных. В пустую тратить ресурсы процесса, выделенные реальному объекту или методу. Играть роль медленной, объемной, простой или менее точной версии реального объекта или метода. Другим типом лесов является поддельный метод, вызывающий реальный тестируемый метод. Такой метод называется драйвером или иногда тестовой сбруей. И он может Вызывать объект, передавая ему некоторые данные. Запрашивать информацию у программиста и передавать ее объекту. Принимать параметры командной строки, если операционная система это поддерживает. И передавать их объекту. Читать аргументы из файла и передавать их объекту. Вызывать объект несколько раз, передавая ему при каждом вызове новый предопределенный набор входных данных. Последний тип лесов, фиктивный файл, включает такие же элементы. Небольшой фиктивный файл обладает двумя достоинствами. Его небольшой объем позволяет держать в уме все его содержимое и облегчает проверку правильности файла. А так как файл создается специально для тестирования, вы можете спроектировать его так, чтобы любая ошибка в его использовании бросалась в глаза. Очевидно, что создание лесов требует некоторой работы, но вы можете повторно использовать их даже при обнаружении ошибки в классе. Кроме того, существуют многие инструменты, упрощающие создание поддельных объектов и других видов лесов. При тестировании класса, леса позволяют исключить его взаимодействие с другими классами. Леса особенно полезны. Если в программе применяются утонченные алгоритмы, так, если тестируемый код встроен в другой блок кода, тесты могут выполняться неприемлемо медленно. Леса позволяют тестировать код непосредственно. Несколько минут, потраченных на создание лесов для тестирования кода, скрытого в самых глубинах программы, могут экономить много часов на разработке. Даже не на разработке, а на отладке. Для создания лесов годится любая из многих доступных сред тестирования JUnit, CppUnit, NUnit и т.д. Если ваша среда разработки не поддерживается ни одной из существующих сред тестирования, вы можете написать несколько методов класса и включить в файл метод main для их тестирования. Пусть даже эти методы не будут в итоговой программе работать сами по себе. Метод main может читать параметры командной строки и передавать их в тестируемый метод, позволяя проверить его до интеграции с остальной частью программы. Выполняя интеграцию, оставьте методы и предназначенные для их тестирования леса в файле и заблокируйте леса при помощи директив препроцессора или комментариев. В итоге код лесов будет проигнорирован при компиляции, а если вы разместите его в конце файла, он и на глаза не будет попадаться. Оставленный в файле он не причинит никакого вреда, и вам не придется тратить время на его удаление и архивирование, а в случае чего он всегда будет под рукой. Так, инструменты сравнения файлов. Регрессивное или повторное тестирование значительно облегчает автоматизированные инструменты сравнения. действительных выходных данных с ожидаемыми. Данные, выводимые на печать, легко проверить, перенаправив их в файл и сравнив при помощи программы DIF или другой утилиты сравнения файлов, с которым ранее были записаны ожидаемые данные. Если файлы различаются, радуйтесь, вы обнаружили регрессивную ошибку. Так, а что такое? Что такое? Что такое? Наверное, вот так вот. Наверное. Так, сколько? 20-то попадет. Так, генератор тестовых данных. Это новая такая подглава. Вы также можете написать код для систематичного тестирования выбранных фрагментов программы. Несколько лет назад Стив МакКоннелл разработал собственный алгоритм шифрования и написал на его основе программу шифрования файлов. Программа должна была так кодировать файл, чтобы его можно было декодировать, только введя правильный пароль. При шифровании содержимое файла изменялось. Так, изменялось самым радикальным образом. Было очень важно, чтобы программа декодировала файл правильно. потому что в противном случае он был бы испорчен. Стив МакКоннелл настроил генератор тестовых данных, который полностью тестировал шифровальную и дешифровальную части программы. Он генерировал файлы, состоящие из случайных символов и имеющие случайный объем в пределах от 0 до 500 килобайт. Он генерировал случайные пароли, случайной длины в диапазоне от 1 до 255 символов. Для каждого случая он генерировал две копии случайного файла. Шифровал одну копию, заново инициализировался, дешифровал копию и затем сравнивал дешифрованную копию с первоначальной. Если какие-нибудь байты различались, генератор печатал всю информацию, нужную мне, не мне, а Стиву МакКонову, для воспроизведения ошибки. Он настроил генератор так, чтобы средний объем тестируемых файлов равнялся 30 килобайтам. Если бы он этого не сделал, файлы были бы равномерно распределены между 0 килобайт и 500 килобайт и имели бы средний объем 250 килобайт. Сокращение среднего объема позволило Стиву быстрее тестировать файлы. Файлы, пароли, признаки конца файлов, необычные объемы файлов и прочие возможные причины ошибок. Результаты не заставили себя ждать. Выполнив лишь около 100 тестов, Стив нашел две ошибки. Обе возникали в специфических ситуациях, которые могли ни разу не случиться на практике. Однако все же это были ошибки. И он был рад, что он их обнаружил. После их исправления он тестировал программу несколько недель, зашифровал и дешифровал около 100 тысяч файлов без каких-либо ошибок. Учитывая то, что он протестировал файл и пароли самого разного объема и содержания, он мог быть уверен, что с программой все в порядке. Из этой истории можно извлечь ряд уроков, в том числе следующие. Правильно спроектированные генераторы случайных данных способны генерировать комбинации тестовых данных, о которых вы могли бы не подумать. Так, а что это такое? Ух ты, улучшенное топливо для огнемета. Генераторы случайных данных могут протестировать программу тщательнее, чем вы сами. Со временем вы можете улучшить случайные тесты, обратив повышенное внимание на реалистичный диапазон входных значений. Это позволяет сконцентрировать тестирование на тех областях, которые будут использоваться чаще всего, и максимально повысить их надежность. Модульное проектирование сполна окупается во время тестирования. Он мог бы отделить код шифрования и дешифрования и задействовать его независимо от кода пользовательского интерфейса, что упростило задачу написания тестового драйвера. Вы можете повторно использовать тестовый драйвер даже после изменения тестируемого им кода. Вот такие у него выводы или уроки. Идем дальше. Мониторы покрытия кода тестами. Карл Виггерс сообщает, что тестирование, выполняемое без измерения покрытия кода тестами, обычно охватывает только 50-60% кода. Монитор покрытия это инструмент, который следит за тем, какой код тестировался, а какой нет. Монитор покрытия особенно полезен для систематичного тестирования. Потому что он говорит вам полностью ли код покрывается конкретным набором тестов или нет. Если вы выполнили полный набор тестов, а монитор покрытия сообщает, что какой-то код все еще не протестирован, значит нужны дополнительные тесты. Регистраторы данных. Некоторые инструменты могут следить за программой и собирать информацию о ее состоянии. В случае краха подобно черному ящику, устанавливаемому в самолетах для определения причин крушения. Эффективная регистрация данных облегчает диагностику ошибок и сопровождение программы после ее выпуска. Вы можете создать собственный регистратор данных, записывающий сведения о важных событиях файла. Записывайте в файл состояние системы до ошибки и подобные сведения об условиях возникновения ошибки. Можете использовать эту функциональность в предварительных версиях программ и блокировать в окончательных версиях. Если вы используете для хранения зарегистрированных данных самоочищающееся хранилище и тщательно продумали размещение и содержание сообщений об ошибках, можете оставлять функции регистрации данных в итоговых версиях программ. Так, дальше, дальше, дальше у нас... Подглава такая. Символические отладчики. Символический отладчик – это технологическое дополнение анализа и инспекции кода. Отладчик может выполнять код строка за строкой, позволяя следить за значениями переменных и всегда интерпретирует код так же, как и компьютер. Возможность пошагового выполнения кода и наблюдения за его работой трудно переоценить. Анализ кода при помощи отладчика во многом напоминает процесс обзора вашего кода другими программистами. Ни ваши коллеги, ни отладчик не имеют тех же слабых сторон, которые имеете вы. Дополнительное преимущество отладчика в том, что анализ кода с его помощью менее трудоемок, чем групповой обзор. Наблюдение за выполнением кода при разных комбинациях входных данных позволяет убедиться в том, что вы написали то, что хотели. Кроме того, использование хорошего отладчика является эффективным способом изучения языка, поскольку вы можете получить точную информацию о выполнении кода. Переключаясь между высокоуровневым языком и ассемблером, вы можете изучить соответствие высокоуровневых и низкоуровневых конструкций. Наблюдение за регистрами и стэком позволяет лучше разобраться в передаче аргументов в методы. Вы можете увидеть, как компилятор оптимизирует код. Никакое из этих преимуществ не имеет прямого отношения к главной роли отладчика, диагностике уже обнаруженных ошибок. Но при творческом подходе из отладчика можно извлечь гораздо большую выгоду. Следующее. Это как бы перечисляются инструменты. Следующее у нас инструменты возмущения состояния системы. Другой класс инструментов тестирования предназначен для приведения системы в возмущенное состояние. Многие программисты могут рассказать истории о программах, которые работают 99 раз из 100. Но при сотом запуске с теми же данными терпят крах. Почти всегда причиной этого является невыполнение инициализации какой-то переменной. И обычно эту ошибку очень трудно воспроизвести. Потому что в 99 случаях из 100 неинициализированная переменная получает нулевое значение. Инструменты тестирования из этого класса могут иметь самые разнообразные возможности. Ух ты, блин, тут книжки. Первый инструмент. Заполнение памяти. Эта функция помогает находить неинициализированные переменные. Некоторые инструменты перед запуском программы заполняют память произвольными значениями. Чтобы неинициализированные переменные не получили случайно значение 0. Иногда память целесообразна заполнять конкретными значениями. Например, в случае процессоров с архитектурой x86, значение 0xcc в 16-ти речном виде соответствует машинному коду команды прерывания. Если вы заполните память значением 0xcc, и программа попробует выполнить что-то, чего выполнять не следует, вы натолкнетесь в отладчике на точку прерывания и обнаружите ошибку. Следующий инструмент. Встряхивание памяти. В многозадачных средах некоторые инструменты могут переупорядочивать в выделенную программе память, что позволяет гарантировать отсутствие кода, требующего, чтобы данные находились по абсолютным, а не по относительным путям. Следующий инструмент. Это селективный сбой памяти. Драйвер памяти позволяет имитировать недостаток или неудачный запрос памяти. Так, не понял. Это я научную прочитал и ничего, да? Сейчас и химическое, если... А, химическое я прочитать не могу, я понял. Так, ладно. Это особенно полезно при тестировании сложных программ. Выделяющих память динамически. И следующий инструмент. Это проверка доступа к памяти или проверка границ. Инструменты проверки границ следят за операциями над указателями, гарантируя их корректность. Такие инструменты полезны при поиске неинициализированных данных или висячих указателей. Так, идем дальше. Идем, 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 идем дальше. Дальше у нас следующая подглава. И называется она оптимизация процесса тестирования. Так, способы улучшения тестирования аналогичны способам улучшения любого другого процесса. Опираясь на точное знание о процессе, вы немного изменяете его и смотрите, к каким результатам это приводит. Если результат изменения положителен, значит процесс стал несколько лучше. Ну и в следующих подразделах оптимизация процесса рассматривается в контексте тестирования. Так, а где винтовка моя была? Крутая. Крутая. Не понял. Не понял. Где винтовка? Крутая. Крутая. Вот это она и была, импульсное оружие. А ну-ка. А, да. Это она и была, только у меня не прокачано умение. Так, ладно, идем дальше. Планирование и тестирование. Так, а сколько я тут патрона подкупил-то? Я так и не заметил. О, 1600. Нормалек. То есть. Ну, на фоне я еще поезжу. Я же куча уже народу поубивал. Там валяется их оружие. Надо поездить, попродавать. Денег уже мало, но ничего. Так. Планирование и тестирование. Эффективность тестирования заметно повышается, если его спланировать. эффективность тестирования заметно повышается, если его спланировать в самом начале работы над проектом. Присвоение тестирования. Присвоение тестированию той же степени важности, что и проектирование с кодированием подразумевает, что на тестирование будет выделено время, что оно будет считаться не менее важным и что процесс тестирования будет высококачественным. Планирование тестирования нужно и для обеспечения повторяемости кода. Так, это тут все мертвые. А, и для обеспечения повторяемости процесса тестирования. Если процесс нельзя повторить, его нельзя улучшить. Так, надо еще этих добить, да? Хорошо, прячемся. Так, повторное или регрессивное тестирование. Допустим, вы тщательно протестировали систему и не обнаружили ошибок. Предположим далее, что вы изменяете какой-то фрагмент системы и хотите убедиться в том, что она по-прежнему успешно проходит все тесты. То есть, что изменение не привело к появлению новых дефектов. Тестирование, призванное гарантировать, что программа не сделала шаг назад или не регрессировала, называется регрессивным. Почти невозможно создать высококачественную программу, если вы не можете систематично проводить ее повторного тестирования. После внесения изменений. Если после каждого изменения выполнять другие тесты, вы не сможете с уверенностью сказать, что в программу не были внесены новые дефекты. Так что при регрессивном тестировании нужно каждый раз выполнять одни и те же тесты. По мере развития системы можно добавлять новые тесты, но сохранять при этом старые. Ой-ой-ой, за что я потерял? Я получил 5 единиц. Блин, я потерял походу за то, что убил доктора. Так он сам полез. Да и ладно, фиг с ним. Ничего у него нету. Так, автоматизированное тестирование. Единственный практический способ управления регрессивным тестированием, это его автоматизация. Многократное выполнение одних и тех же тестов, приводящих к тем же результатам, вводит людей в транс. Они утрачивают концентрацию и начинают упускать ошибки, что сводит на нет эффективность регрессивного тестирования. Так, так, так. Гуру тестирования Борис Бейзер сообщает, что уровень ошибок, допускаемых при тестировании вручную, сравним с уровнем ошибок в самом коде. По его оценкам, при тестировании, проводимом вручную, должным образом, выполняется лишь около половины всех тестов. Преимущество автоматизировано в тестировании следующее. При автоматизированном тестировании, вероятность допустить ошибку ниже, чем при тестировании вручную. Автоматизировав тестирование, вы сможете легко адаптировать его к другим компонентам системы. Автоматизировав тестирование, позволяет выполнять тесты гораздо чаще. Автоматизация тестирования – один из базовых элементов интенсивных методик тестирования, таких как ежедневная сборка программы, дымовое тестирование и экстремальное программирование. Автоматизированное тестирование способствует максимальному раннему обнаружению проблем, что обычно минимизирует объем работы, нужной для диагностики и исправления проблемы. Способствуя более быстрому обнаружению дефектов, внесенных в код при его изменении, автоматизированное тестирование снижает вероятность того, что вам придется позднее заняться крупномасштабным исправлением кода. Автоматизированное тестирование особенно полезно в новых изменчивых технологических средах, поскольку оно позволяет быстрее узнавать об изменениях среды. Многие инструменты, используемые для автоматизации тестирования, позволяют создавать тестовые леса, генерировать входные и регистрировать выходные данные и сравнивать действительные выходные данные с ожидаемыми. Для выполнения этих функций можно использовать инструменты, которые мы обсуждали до этого. Так, ну а на сегодня все, все, в следующий раз, конечно же, продолжим. Ну, так, давайте я сохранюсь, в следующий раз продолжим, а что у нас тут по квестам? Блин, тут селезенку найти, вот я смотрю, в Сан-Франциско, полно квестов невыполненных. Смотрите, раздобыть селезенку, не понял. Э, 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 о, что-то я не вкурил. Тут же было, по-моему, повредить субмарину. Или это не тут было? Я же вроде смотрел, ладно. Короче, надо этому чуваку раздобыть селезенку. А где ее раздобыть? Я, конечно же, умничать не буду. Вот, и я, наверное, сейчас Открою вики и посмотрю, где раздобыть эту селезенку. Так, ага, избранному надо расспросить Лао Чао, владельца магазина Летящий Дракон. Опачки, что это за магазин такой? А, это я там был. Э, я понял. Идем туда. Сейчас мы там расспросим. Так, сейчас мы там расспросим. Про эту селезенку. Как можно было ее потерять, я не знаю. Хотя он, наверное, не потерял, а, наверное, продал. Или какая-то дурастика. Ну да ладно, нам надо, надо, надо. Потому что... Вот, скоро новый уровень и надо докачать энергооружие. Потому что энергооружие, конечно же, крутая штука. Там есть оно прокачанное. Там попадаешь, всех сжигаешь. Так, вот это он. Нет, это не он. Вот это он. Так, мне нужна информация. Мне говорили, увезли. Мне нужны кое-какие... Так. За горизонт... Разве что. Разве что вы можете привезти старый танкер в доках. Но... Спросите у бродяг. Они должны знать больше. Конечно, надо... Спасибо. Подожди-ка, это тот? Лао Чао? Расспросить Лао Чао? Ну вот же я и расспрашиваю. Только что-то он ничего не говорит. Мне нужно модернизировать. С Кракетом из лагеря Хаболога. Да, я поубивал там уже всех. Ёлки-палки. Нету, нету у него. Кто вы? Какого рода информации? Неа. Не говорит он ничего. Кто вы? Информации. Неа. Не говорит он про селезенку. Ничего. Ничего. Интеллекта 10. Откуда 10? Это, походу, я еще под этими... Под наркотой. До сих пор действует, походу. Печально. Печально. Ладно. Тогда на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok